добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты с вами художник гример тенякина светлана прекрасная модель карина и тема этого видео урока нежный свадебный макияж стоимость данного макияжа на самом деле очень экономично потому что средства которые я продукты использовал для выполнения самые самые экономные и в этом подробно видео уроке я вам покажу и расскажу про кисти на самом деле самый подробный урок будет им инструментом работать прическу я уже выполнила поэтому соответственно большое количество лака было использовано и продуктов для фиксации волос поэтому обязательно мицеллярной водой протираю лицо и начинаю с макияжа глаз после этого наношу консилер на века тонким тонким слоем и растушевываю максимально кистью из набора купленного на алиэкспресс консилер был куплен также на алиэкспресс на самом деле про эту фирму чуть позже расскажу очень находка я бы сказал на алиэкспресс и этот видео урок полностью будет посвящен алиэкспресс потому что все самое лучшее что я покупаю вам показываю много что естественно плохого на алиэкспресс есть а в данном случае о том что стоит купить использую патчи закрепив консилер матовыми бежими тенями я уже креплю патчи для того чтобы задать линию стрелки подводки ровно идеально и это макияж выполняется поэтому быстро на основе патчей патчи также были куплены на алиэкспресс и самое главное линия уголка продолжением движения стрелки уже регулируйте в момент наклеивания патчи я наклеила так чтобы эта линия стрелки у меня было как продолжение реснички то есть в открытом состоянии глаз просто стрелкой дублируется загиб ресниц первой линии подводки это карандашом средней мягкости на нашу тонкую линию и прям поверх патчи удобно быстро а затем его буду растушевывать кисти для растушевку беру из алиэкспресс целый набор был куплен у меня из этих кистей хочу сказать что если вы набор на алиэкспресс покупайте то должны понимать что 50 процентов как минимум этих кистей просто вам не понадобится потому что они не все хорошего там качества в данном на наборе могу сказать что но процентов 20 кистей я использую 20 процентов из всего набора так как цена набора копейки поэтому это в принципе неплохой выход выбор из-за этого набора кисти полностью все синтетика мягкие хорошие хорошо работать и сухими пигментами тенями и также жирными средствами мягко карандаш я растушевала затем его начинаю фиксировать тенями коричневыми темно-коричневый оттенок зафиксировала и уже буду прорисовывать мягко складку палитры теней в данном случае также алиэкспресс что хочу сказать для тех кто начинает могу посоветовать эту палитру да действительно она неплохая по пигментации то все-таки средний такой вариант не самый плотный не сама прозрачный средний хороший вариант надежный любой макияж можно на основе ее сделать нарисовать прекрасно по цветам там очень много ярких оттенков но если вы заметили также хорошая растяжка натуральных матовых пигментов складочку легко я прорисовала после этого наношу поверх всех теней базу липкой базы для глиттеров nix очень часто про нее говорю потому что работаю с сыпучими пигментами на нее прекрасно они просто липнут тонким слоем главное равномерно нанести потому что если чуть не на равномерно вы ее нанесете или где-то много где-то мало то соответственно просто пятнами ляжет пигмент аккуратно пальцем нанесли тонкий слой и после этого по стадиям цвет цветовым то есть как бы растяжкой я наношу пигменты в данном случае кисть очень удобная прям вот эту кисточку на заметку берите хорошая искусственная плоская плотная удобная наношу первый пигмент у меня был это корее пока не могу дать на ссылку на нее потому что на этот пигмент еще я его не нашла в такой вот чтобы заказать где просто это подарок а второй пигмент это вот и последние два пигменте к у меня алиэкспресс прям советую хороший тонкий мелкой дисперсный пигменты для невест вот там принципе их по моему штучек 6 цветов оттенков то рекомендую все прям купить цена копейки а хорошей мелкой тонкой пигментации растушевку после пигментов удобно делать потому что они тонкие мелкие дисперсные и прекрасно после них можно в складочку еще раз затемнить поверх пройти мягко растушевать форму дорисовать поэтому в принципе сухими пигментами очень удобно работать растушевку выполнила я кистью от фирмы менли это также принципе на самом деле то ли корея то ли китай из дешевых вариантов кистей если вы покупаете первые свои кисти то рекомендую почему нет очень хороший там также есть выбор кистей для растушевки для теней пудровые тоновые хорошо все отлично работают линию подводки начинайте с тонкой линии и затем ее утолщаете по форме обязательно захожу в нижние веком подчеркиваю также тонкой линии подводкой и получается она угловая у меня в принципе когда работаете с патчами то нарисовать идеально тонкую подводку не составляет вам труда затем начинаю растушевывать по поводу тени кстати палитры то в этой палитре единственной наверное минус такой глобальный прям то там нет хорошего черного оттенка но я вас уверяю что не во всех палитрах в принципе он хороший черный черный есть глубокий матовый черный красивый оттенок у меня всегда все-таки чаще всего используется это инглот это профессиональная линейка матовых хороших теней и на самом деле для тех кого позволяет бюджета инглот советую хорошие прекрасные матовые тени и рассыпчатые пигменты у них очень потрясающие все оттенки растушевала стрелку черными тенями первая кисть была скошенная вот ту самую тонкую кисть всегда рекомендую потому что она стоит действительно копейки но для стрелок для подводок для бровей просто она находочка и как раз вот из этого набора беру мягкий бочоночек кисточку и растушевываю стрелку в нижней подводке у кариной глазки круглый поэтому хочется их все-таки чуть-чуть задать вытянутую форму и буду использовать для внутреннего подводки глаз каял карандаш зеленоватым оттенком потому что цвет глаз зеленый и прекрасно этой линии еще зеленым глубоким оттенком усилит цвет глаз после этого внутренний уголок глаза высветляю и все что осыпалось убираю опять же мицеллярной водой начинаю тонировать с консилера под глазки тонким слоем наношу и вот этот набор как раз кистей для тонировки рекомендую все кисти которые в нем есть я использую очень и мягкие удобные не лезут и на самом деле очень долгосрочные то есть у меня они уже долгое время и прекрасно себя повели фиксацию выполняю матовой пудры пупа затем перехожу полностью на тонирование всего лица лицо тонирую толстый объемный удобной кисточкой вот если вы любите работать тоновой кисточкой для лица круглый то вот это вот находка плотная хорошая рекомендую ссылку внизу обязательно посмотрите то наношу поверх силиконовой базы и что касается тонирование лица то на самом деле это 50 процентов успеха в макияже согласитесь красивое глянцевое ровное здоровое лицо и как же важно подобрать нужный оттенок при тонировании лица и к сожалению многие марки грешат когда тональники уходят в розовый оттенок в желтый непонятно вот поэтому хочется тон в тон тон в тон это все-таки зависит от того какая цветовая палитра в данной марке есть тональников в данном случае это алиэкспресс прекрасный приятный тональное средство с таким вот нежным запахом я бы сказала плотная консистенция у него но вы можете растянуть сильный увлажняющий эффект потому что вы видите что кожа поблескивает но поблескивает сейчас же это очень хорошо и наоборот в макияже добавляется вот это вот сияние здоровое поэтому данный тональник я прям рекомендую и у него очень хорошая цветовая растяжка три оттенка прямо который часто использую я вам внизу в ссылочке скину это ходовые цвета у них никогда не сказала бы что на алиэкспресс можно купить хорошие тональные средства без жутко вот этого запаха и аллергии а это оказывается возможно вот единственный магазин в котором я покупаю в принципе тональные средства биби крем брала консилер рекомендуем хайлайтеры неплохие я бы сказала можно можно брать и работать прекрасное сияние единственное но не хватает чуть сильной пигментации но все равно очень хороший от них эффект подводка также хорошие прям устойчивые если слезки у невесты появились она прекрасно выдержит этот момент трогательный и конечно же дополнительные пучки ресниц всегда использую макияжи если уже у девочки не нарощенные ресницы а только на основе своих мы делаем макияж глаз то добавляю всегда добавляю при любом возрасте просто нужно выбрать нужную длину и нужную густоту какую как бы чтобы скорректировать форму глаз потому что если у вас как раз опущенной веком если падающий глаз уголок глаза то соответственно дополнительные реснички вам приподнимут и красиво скорректирует форму глазика клей андре не смотрите что он белый он потом высыхает и темнеет становится темным черным без проблем он на латексной основе резинчатый поэтому в принципе не образует жестких комочков а удобно в ношении и если также невеста у вас поплакала то прекрасно этот момент выдерживает клей и реснички никуда не деваются после того как я приклеила еще раз прохожусь тонким слоем туши чтобы соединить линию дополнительных ресниц и со своими коррекцию лица я не показала в данном видео потому что немножко со съемкой накосячила простить уж меня поэтому наверное все таки более подробный это макияж глаз внутренний уголок глаза еще раз добавляю рассыпчатый светлый пигмент о нем я уже говорила и перехожу к бровям я тут мастер когда работаю все таки сперва выполняя полностью макияж глаз тонируя потом брови есть техника когда выполняется как раз брови а потом все остальное здесь зависит от вашего желания настроение как вам удобно так и делайте по поводу кисточки вот это вот наискосок кисточка рекомендую девочки если вы хотите удобной для подводки и брови прорисовать очень удобный на самом деле кисть по технике выполнения макияж согласитесь не сложный и любая невеста его оценят потому что он нежный красивый романтичный как раз для выпускного для свадебного варианта идеально подходит данный вариант прически будет в следующем видео уроке поэтому не пропускайте смотрите подробно объясню как сделать такой объемный красивый пучок на кудрявые сильно кудрявые волосы все свои короткие видео уроки я выкладываю в инстаграм поэтому дорогие мои добро пожаловать в инстаграм дорогие мои пишем в комментарии нравится вам такой образ на карине не нравится свои вопросы задавайте по технике выполнения что непонятно а если у вас личные вопросы по макияжу по прическам по гриму возможно то пишите мне вконтакте предварительно добавив меня в друзья с вами была художник гример денекина светлана прекрасная модель карина огромное всем спасибо за просмотр всем пока а а а а а а и